Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас рабочий день, четверг, 30 августа 2018 года. На всякий случай напоминаю, что на дворе 21 век. Но у нас в Брянске в рабочий день нам, как водится, не дают работать. Весь город перекрыт от Свенского монастыря по всем центральным улицам. Движение перекрыто. И вот у нас под охраной полиции. Вот эти непонятные люди ходят, звонят кого-то в кого. Я, конечно, не думал, что я до этого доживу. В 21 веке. Но мы имеем то, что имеем. То есть, явное навязывание религиозными, как я считаю, экстремистами своей веры в светском государстве. И они не дают нормально работать людям, которые в рабочий день, ну, в центре города просто хотят работать. Ну и вот, кто-то тут меня снимает, видимо, им интересно. Что вы хотите мне сказать? Я молча снимаю. Молча снимаете. Прекрасно. Вот у нас руководители некоторых структур городских и областных. Я думаю, вы третий год на том же месте. Да. Присоединяйтесь с нами, хорошо идти. Вы думаете? Умень. А вам не кажется, что сейчас рабочий день? Замечательно вообще. А вам не кажется, что рабочий день, и люди хотят работать? Почему вы навязываете в светском государстве свои взгляды другим людям? Вот вы увидите, что, в принципе, у нас, как бы, светское государство, конституцию никто не менял. А, кстати, тем людям, которые хотят протестовать против пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста, городские власти выделили стройплощадку возле стройки в неудобном месте. И никто даже центральные улицы города для этого не дает. Вот тут увидите, что народу гораздо меньше, чем на митинге против пенсионного возраста. Притом в разы меньше. Потом по фото мы сфотографируем, я скажу, что здесь, наверное, идут они очень неплотно растянуты. Я думаю, что здесь даже тысячи человек не набрали. И большая часть из них бюджетники. В прошлом году мне жаловались на то, что, в общем-то, многие начальники, не считаясь тем, что люди атеистических взглядов придерживаются, и очень навязчиво рекомендовали сюда прийти под угрозой. Такие люди мне жаловались. Но я себя чувствую, как тоже человек, который атеистических взглядов придерживается и просто хочет в рабочее время работать, как какой-то изгой. Потому что вот у нас, пожалуйста, идет агрессивное навязывание некоторых религиозных взглядов со стороны властей города и со стороны нашего мэра, который на пресс-конференции заявил, что у нас, по его мнению, 98% православных, а все остальные должны вот это вот все молча терпеть. И на меня, кстати, также подавали уже заявление бывший чиновник Турыкин и яблочница Мохотина написали на меня заявление с просьбой привлечь меня к ответственности за оскорбление чувств верующих. Хотя никого не оскорблял, я, в общем-то, просто просил власти отреагировать и дать оценку, соблюдается ли Конституция в городе Брянске или не соблюдается. И почему некоторые религии, они имеют преимущество. Мы, правда, сделали проверку и Следственный комитет на постановление прокуратуры Фокинской, он не стал возбуждать против меня пока уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Но там хотели из-за экстремизма меня привлечь якобы. Хотя, собственно говоря, экстремизм это навязывание другим людям своих взглядов, с моей точки зрения, принудительно. Я вот никому ничего не навязываю, я просто прошу дать спокойно работать людям, которые там не попадут в областную больницу, которые не попадут в свои офисы, которые не попадут в диагностический центр из некоторых районов, не смогут проехать. Просто дать спокойно работать. Вот такие у нас дела. Вот это вот Брянск, 21 век. Вот смотрите, у нас облетали Брянск на самолете с иконой, чтобы экономику улучшить. Ну, в общем, помогло это мало. И я думаю, что если вот такие вот вещи дальше будут делаться, с экономикой, если не работать, а непонятные мероприятия проводить лучше не станет. Вот у нас пустынный проспект Ленина. Вот стоят машины, которые от банка не могут выехать. Вот стоит полиция, которой, видимо, других дел нет. Поэтому и ГАИ, как вот эти вот подобные мероприятия проводить. Поздравляю вас всех. Всего вам доброго.